Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортед. И сегодня у нас будет обзор на дробовик Сайдвиндер Веном, который, кстати, можно получить на время за варбаксы. Именно в этой категории он находится, оружие за варбаксы, на время. Что весьма интересно, если учитывать, какие у него характеристики и возможности. Итак, урон у нас 670, внушительно прямо скажем. Дальность 6, тоже неплохо, хорошо. Темп стрельбы 120, точность прицели 72, точность от бедра 55, и емкость магазина 10 патронов. Давайте посмотрим на полигоне, что он из себя представляет. Вот так выглядит наш герой. Достаточно необычно и интересно, что-то такое непонятное между... Да я даже не между, не знаю. СИКС-12 в чем-то напоминает, но вид, конечно, вообще уникальный. Итак, что у нас имеется? На ствол у нас все как положено, по золотому стандарту. Даже штык можно надеть, можно пламя-гаситель, можно профильный глушитель, можно легкий глушитель. На цевье у нас одевается уникальная рукоять только, именно фирменная рукоять этого дробовика. Когда есть Venom в Raptor, она повышает темп стрельбы. Есть цевье Venom Raptor, которое повышает точность. Что выбирать? Ну, сложно сказать. Давайте посмотрим, что у нас будет, если мы на темп паденем. То есть, ну, очень быстро, очень быстро и очень круто. Что касается на точность цевье, давайте посмотрим. Сравним точность вот так, да, вверх мишени поставим. Сейчас у нас стоит на темп. Давайте поставим на точность. Действительно, точность, как вы видите, уменьшилась, уменьшилась существенно. Давайте еще раз. Смотрите на желтые риски прицелов, на верхние, смотрите, где она находится. Прямо на макушке мишени, да. Меняем на точность и, пожалуйста. То есть, вообще для дробляка это существенное улучшение. Что касается прицелов, то тут есть коллиматорный прицел. Три-Жикон РМР Аутжастабл Лед. Мы такой уже видели. Мы видели такой прицел. Ничего особенного ему интересно не дает, кроме увеличения 1,4 крата. Но, по-моему, это не очень нужно. Тем более, он как-то не очень хорошо влияет на обзор. Мне так кажется. Поэтому поставим любимый всеми Може Зеро. Итак, что мы имеем? Давайте с точностью постреляем по мишенькам. Ну, здесь понятно, конечно, здесь ваншот будет в любом случае. А здесь? Здесь тоже ваншот. Здесь, конечно, уже, наверное, два патрона. Да. И давайте с модулем на точность постреляем в дальние мишени. Посмотрим, со скольки выстрелов он будет их уничтожать. Три выстрела. Это показатель Сайги-12С. Более ближние мишени. Здесь два. А здесь? Надо сказать, весьма прилично. Давайте посмотрим, что у нас будет с модулем на темп. Будет ли существенная разница? Здесь тоже три. А здесь? Да нет, по-моему, особой разницы я не вижу никакой. Все то же самое. Если на темп вот тут стрелять от бедра. Все равно ваншотит. Все равно ваншотит. И представьте себе, что вот все это чудо продается, будет продаваться, судя по всему, в категории варбаксы на время. Это круто. Действительно круто. Единственный недостаток этого дробовика, который я сразу вижу. Это, конечно же, перезарядка. Потому что у нас в игре дозарядка по одному патрону. Это всегда лучше, нежели смена магазина. Но с другой стороны, как вы видите, смена магазина, ну не сказать, что очень долгая. Такая средняя, нормальная, в общем. И теперь я предлагаю, взяв этот прекрасный дробовик в руки, отправиться... Куда отправиться? На подрыв отправимся. И хорошенечко, по нашей доброй традиции, понагибаем. Ну и что? Попробуем с нашей интересной... Я не знаю даже, какое название, прозвище придумать этой пушке. Я назову ее утка. Есть что-то в сайдвиндере. Ну вот что-то, как голова утки такая, шея изогнутая, замечаете? Так что, понагибаем мы с уточкой, уточек понагибаем. Так, гранатку. И я думаю, все будет замечательно. Отлично! Отлично, я считаю. Все замечательно идет у нас. Вы знаете, дробовик интересный. Вот мне сейчас нравится, что этот дробовик, что новая снайперская бинтовка, это то, о чем я говорил в своем прошлом видео. Удивлять! Удивлять! То есть, много чего ожидали. Тихо! Дабл келл! Да. Но вот этого не ожидали. Я не ожидал, что будет какой-то такой непонятный дробовик. Что это такое вообще? Что он из себя представляет? Вы знаете, это что-то между Сикс-12 и Фабарм СТФ-12 компакт. Да, как ни странно. То есть, это совершенно нестандартный дробовик. Совершенно нестандартный. Потому что, с одной стороны, с ним можно играть как с помпой. И с другой стороны, можно поставить модуль на точность и играть как с Сиксом, например. Ну, примерно так. Что-то типа Сайга, Сикс. То есть, пожалуй, это самый... Ну, как ощущения, Рокутагин? Вообще, ощущения в целом, Кэп, ты знаешь, очень положительные. Давайте-ка поставим мы теперь на темп стрельбы. И посмотрим, что у нас будет с темпом, интересно. Ну, в общем-то, с точностью понятно. Как бы нормально, хорошо. А что, если на темп поставить у нас модули? Я по твоему лицу вижу, что вот эта позиция надолго. Нормально, Кэп. Не знаю, надолго, нет. Я играю тактично, понял? Тактично. Самое интересное, что даже такого слова нет в русском языке. Тактично. Энергично есть, а тактично точно нет. Есть такое слово тактически. Но мы не об этом. В Warface есть слово тактично. И мне оно нравится. Я играю тактично. Все. Решено. Играем тактично. Итак. Во. Где-то здесь пройти не будет. Обойди. Тихо. Нет. Мансун, дедка. Так, надо все-таки немножко отступить. Потому что сильно увлекаться тоже не стоит. Все-таки не стоит забывать, что карта такая, что медику тут не супер классно. Вообще карта, вот честно говоря, что по поводу карты. Карта меня не порадовала. Меня порадовала новая снайперская винтовка. Меня очень радует дробовик. Такой, блин, вообще какой-то, не знаю, необычный. Вот. Сказка. Конфетка. Действительно, молодцы. Но карта меня не порадовала совершенно. Карта для подрыва не подходит вообще. Я считаю, эта карта вообще не для подрыва. Эта карта, знаете что? Вот в середине где-нибудь карты воткнуть командный пункт и сделать здесь карту уничтожения. Кстати, отличный режим, между прочим. Карта просто там не хватает. Там всего две карты. Вот так вот, да. И добавить еще эту карту будет вообще супер. То есть здорово. Ну а в целом дробовик, дробовик-то себе классно показывает. Дробовик отличный. Как его оценивать? Что это? Это полуавтомат, это помпа. Ну, по тому, как он патрон досылает. Вроде как помпа, да. Но если говорить именно об особенностях дробовиков Warface, то сложно сказать. Вроде темп помпы, да. То есть вровень с помпами можно ставить. С другой стороны, рукоять, этот модуль на точность. И можно из него почти сикс сделать. Это универсальный дробовик. Вот так надо сказать. Это универсальный. То есть самый универсальный из всех дробовиков. Заменив один модуль, вы можете сделать из него дробовик, который отлично подходит по темпу. Для помпового стиля. А можно и поиграть как с сиксом, например. Интересно, классно и, в общем-то, нагибает. Дабл килл. Дабл килл, дедочка. Да. Ну что, Рокутаген, давай-ка свой вердикт. Вердикт прост, друг мой. Пушка совсем не отстой. Пушка огонь, друзья. Пушка классная, очень практичная и очень удобная. Захотел, сменил модуль и пошел с быстрым темпом нагибать. Если нет, то, пожалуйста, модуль на точность, позицию занял и играешь тактично. Именно так. Вот. Поэтому, если сравнивать с чем-то, я не знаю, по-моему, даже круче, чем Fabarm STF12 Compact. Очень и очень годно. Если данное видео вам понравилось, оказалось достаточно ритмичным, мелодичным, полезным, что немаловажно, ну и, конечно же, прикольным, то ставьте лайки, чешите яйки, друзья мои, вступайте в нашу армию, нагибайте всех и побольше вам ваншотов. Спасибо. Спасибо.